Знакомый многим афоризм «театр начинается с вешалки» во время, когда человечество так много узнало о коронавирусе, звучит так. Любая поездка за рубеж начинается с ПЦР-теста. Брещенко Инна Борисюк уезжает в Москву к друзьям. Обязательным условием совершения поездки было наличие отрицательного ПЦР-теста. Именно поэтому Инна поспешила пройти исследование. Записалась, сдала анализ и уже вечером получит результат. Вы знаете, у меня брат, он разбирается в интернете, в компьютерах. Он мне помогал, как загрузить приложение, как зарегистрироваться, назначить прием к врачу. И после этого, когда мы сюда пришли, все шло как по маслу. Помогали, нас провели в кабинет, зарегистрировались, показали паспорт. Все было очень хорошо. Инна Борисюк – одна из тех, кто решил пройти ПЦР-тестирование на базе областного кожно-венерологического диспансера. Ежедневно по предварительной записи сюда приходят те, кому нужно на время путешествия покинуть страну. Есть, к слову, издающий анализ на Брестской базе иностранцы. Например, граждане США, Израиля, Болгарии. Исследования у нас проводят пять врачей и восемь лаборантов. Работа лабораторий с 7.30 до 21 часа ежедневно, без праздничных и выходных дней. Из стран Израиль был представителем Соединенных Штатов Америки, Румыния, Венгрия, Германия, Украина, Россия. Ну, любой путешествий, который находится в Республике Беларусь, может спокойно к нам прийти, и мы сделаем исследование. Всего с апреля 2020-го на базе областного кожно-венерологического диспансера было проведено более 153 тысяч исследований. Забор материала для анализа проходит по будням с 8 до 13 часов, выходные дни – с 9 до 12. Далее данные обрабатываются в лабораториях, после чего при регистрации онлайн они попадают сразу к пациенту. В прошлом году мы получили ПЦР-анализатор временного проведения 90 проб дополнительно. В этом году была сессия областного совета, она была в мае месяце. Было принято решение о дополнительной деньгии для закупки третьего комплекта оборудования. То есть, мы оборудованием обеспечены полностью, также мы обеспечены реактивами. Кстати, большим помощником в подготовке к поездке станет приложение «Путешествуй без ковид». Через него можно найти ближайшую к вам лабораторию, где в максимально короткие сроки вы пройдете исследование и получите достоверный результат. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.